Добрый день. Приятно, что, несмотря на поздний вечер, конец рабочего дня, кто-то пришел все-таки, так сказать, послушать очень дополнительную информацию. Я Антон Анатольевич, руководитель проектурного бюро Акры. И в своем городском рассказе скажу о нашем опыте проектирования офисных интерьеров и, прежде всего, сделаю акцент на офисе компании «Яндекс», которым мы занимались там за 24-го года, разные объекты делали для «Яндекса». Ну, в двух словах, значит, наша компания была основана в 94-м году. Я и Вербутко, мы основатели, значит, компании. Компания потихонечку развивалась. Сначала мы взяли одного сотрудника, потом двух, значит, на сегодняшний день у нас в штате более 70 человек постоянных штат сотрудников. Это архитекторы, дизайнеры, и у нас есть своих 8 или 9 человек, конструкторский отдел небольшой. Значит, в основном мы сейчас работаем для девелоперов, основные наши заказчики на сегодняшний день для девелоперов. Значит, мы стремимся контролировать проект, ну, конечно, результат, как бы, здания и все этапы его создания от начала до конца, поэтому мы стремимся все наши объекты, во-первых, на всех объектах пополнять функции генерального проектировщика, во-вторых, мы разрабатываем наши проекты на... То есть, мы все... Концепция такая, что мы первые люди, которые приходят на объекты, встречаются с заказчиком, мы последние люди, которые с него уходят. То есть, мы проектируем на всех стадиях такая концепция, проект, рабочая документация, значит, ведем авторский надзор, само собой. При этом сейчас в наших объектах мы не только проектируем, как бы, сами здания, но и разрабатываем интерьеры в наших же объектах, ландшафт в наших объектах. Вот, еще мы стремимся сделать качественный, архитектурно-качественный продукт от начала до конца, и, соответственно, вот это выстраиваем всю структуру нашей компании. Значит, на сегодняшний день мы уже больше шести лет активно работаем в ВИМе на базе Ревита, вот, и уже можно сказать, что, ну, практически все объекты, которые мы сейчас проектируем, они проектируются у нас в Ревите. Достаточно интересный опыт, как в организации коллективной работы, то есть у нас архитекторы работают в одном офисе, в этой же модели работают конструкторы, в этой же модели работают инженеры, которых мы привлекаем. Значит, сейчас уже есть ряд объектов, где интерьеры тоже делаются в Ревите, то есть на объекты, которые мы проектируем сами здания, и там же проектируемые интерьеры. Вот, то есть мы эту тему развиваем, усовершенствуем, ну и можно сказать, что мы уже кое-чего в этой сфере достигли. Вот, у нас достаточно большой опыт сейчас в компании, скажем так, международного сотрудничества, начиная от заказных конкурсов, где мы участвовали, были отобраны в рамках международных консорциумов, в частности, мы участвовали в конкурсе «Парагзарегии», получили третье место совместно с компанией «Вэндэвэн», значит, потом мы участвовали в конкурсе «Большой Московском» на «Москваре», по совместной с компанией «Москвонгубанистами». Вот, были консорциумы, где мы были лидинг-компанией, значит, но мы, наоборот, создавали сами международные консорциумы, это на конкурсе «Викуски» мы были финалистами и привлекали немецких инженеров «Вернерзобик», «Баланских ландшафтников». Вот, значит, сейчас у нас идет ряд практических объектов, совместно несколько с иностранным участием. Значит, мы проектируем и строим школу, частную школу на юге Москвы, совместно с голландской компанией «Теллерпро». Значит, мы проектируем отель «Булгари» на Никитской улице и совместно с итальянской компанией «Тунио-4». Вот, и один из последних конкурсов заказных, где мы принимали участие совместно с бюро, итальянское бюро «Фоксус Аркитектс», мы заняли третье место, это на конкурсе, что там, технопарк для Забербанка, где победила Захар Хаги. Вот, в любом случае, для нас это достаточно интересный и позитивный опыт, достаточно разнообразный. Да, кстати, на одном из наших объектов интерьеры, вестибюли на Баркли-парке делал Филипп Старк, и мы тоже с ним работали, с его компанией «Ева и Старк». Вот, да, для нас это важно, интересно, значит, и с точки зрения взаимного обмена, и с точки зрения... Ну, в общем, во всех смыслах, короче говоря, интересно, хотя опыт этот очень неоднозначный, его можно было бы отдельно рассказать, но я не буду, так сказать, долго про это рассказывать. Ну, да, наверное, так, основные черты я перечислил. В основном мы сейчас занимаемся, работаем на крупных девелоперах, проектируем жилые комплексы, хотя у нас в строительстве находится, также сейчас школа, сейчас находится в строительстве и гостиницы в Краснодаре. Вот, в общем, самый разнообразный... А, ну да, собственно, этот кадр, он не показывает, что мы проектируем сейчас, занимаемся именно строительством, причем мы сейчас уже себя позиционируем, в том числе, как компания, которая делает вот сугубо такие руманистические проекты, и вот, начиная с конкурса стратегического развития, значит, Москва-реки, сейчас мы стали финалистами на реконструкцию центра Челябинска. Вот, значит, жилой комплекс у нас сейчас на стадии строительства, это жилой комплекс «Символ», который вот сейчас Москва-реклама завершена, это, значит, в первую очередь строительство, реконструкция завода «Символ Молот», сейчас на стадии активной фазы рабочей документации и строительства, это 200 тысяч метров. Вот, частные домы мы любим, но сейчас стараемся брать... Ну, то есть у нас всего один проект в год, там, с частным заказчиком идет, проектируем частных домов, потому что масштабы, мы уже не можем сейчас концентрироваться на частном заказе, но для нас это просто достаточно интересный жанр сам по себе, и мы считаем, что, ну, то есть с точки зрения архитектурных амбиций, он во многом дает гораздо больше возможностей, чем проектировать объекты. Вот, и мы продолжаем проектировать интерьеры, значит, в основном мы проектируем сейчас интерьеры в своих объектах, то есть мы не стали меньше проектировать интерьеров, мы их все равно проектируем больше, но это в основном интерьеры в наших объектах, то есть все гостиничные комплексы мы делаем с интерьерами школы, значит, есть вот жилые дома, то мы делаем мупы и даже типовые квартиры, в общем, все что угодно, лишь бы довести свой объект до конца, от начала и до конца. Вот, я вам скажу, да, я не буду говорить там, в первую очередь там получаем какие-то награды, с какой-то периодичностью, в том числе, поскольку я про опросы говорю, там у нас заявлено используют восточные суборцы и какой-то еще есть дипломов и инноваций. Значит, интерьером мы начали заниматься практически с самого начала. Я хотел бы показать интересное просто развитие, даже для смысл тоже. То есть мы начали в 96-м году, значит, первый наш объект. Мы начинаем с очень маленьких проектов, брались практически за любую проектную задачу. Там начинают от дизайна витрин до маленьких интерьеров, а потом потихонечку-потихонечку масштаб наращивали. Значит, этот объект очень большой, значит, с точки этажа всего там 100 квадратных метров. Это представительская зона небольшого офисного здания, отдельно стоящее здание, особнячок. Но он такой был новодельный особнячок, но тем не менее, в принципе, нам показалось интересным. В общем, по сути дела, это мы тогда сделали в 96-м году. Это первый интерьер в стиле лофт, вообще, который появился, наверное, у нас в стране. Значит, очень маленькое пространство, функционально здесь все понятно. Значит, зона входа, лестница, значит, мы заходим, это зона секретарей, зона ожидания, мы-то руководители, комнаты переговоров. Вот, значит, в принципе, какие задачи, казалось бы, может решать архитектор при решении, ну, в таком масштабе, как мы так говорили, да? Значит, в основном мы всегда стремились трансформировать как бы структуру самого пространства и представить ее не как классическую систему коридоров и комнат, или амфилатов комнат, а трансформировать стандартную какую-то структуру, представить ее в виде свободного пространства. Вот, поэтому, значит, вот эту стандартную планировочную структуру мы представили следующим образом. Значит, вот этот вот элемент... Мы артикулировали несколько пространственных элементов, которые находятся на этой территории, то есть... И каждому элементу присвоили свой материал. Значит, один материал, это было дерево. Вот это вот деревянная перегородка, которая проходит из кабинета в Эйтинг и в комнату, ну, в объем лестницы. Мы присвоили материал дерева. И второй элемент, это... Значит, вот эта перегородка, она создала как бы некую форму. Это стеллаж, деланный вот такими листами такого состаренного металла. Полуникатурная сталь. Значит, изнутри здесь же были сделаны, например, индивидуальные шкафы. Значит, была устроена связь, визуальная связь между кабинетом и переговоркой. Или такого вот стекла, там, если нажимаешь на кнопочку, оно тогда становилось матовое. Это было что-то тогда по тем временам супер прогрессивное. Сейчас каждый так делает, уже неинтересно. Вот, значит, ну, что еще? Для нас очень важно не просто создать некую структуру и поменять, трансформировать традиционную структуру, скажем так, пространства, да, и представить его в виде свободного пространства, да, концепция, свободной планировки. Но и еще артикулировать эти решения, да. Соответственно, мы предложили заказчику разобрать часть несущей стены, чтобы обеспечить дополнительную визуальную связь, как бы, с объемом лестницы. Вот мы видим, как бы, вот этот вот витраж, и в нем, вот, видим, как бы, лестницу. Лестницу мы сделали отдельно, сейчас про нее будут дополнительные кадры. Вот. Ну и, собственно, применение материалов здесь, оно достаточно простое, но оно тоже выявляет структурные решения по пространству. Да, то есть мы присвоили, помимо того, что у нас есть дерево, металл по центру, значит, весь наружный объем мы представили как-нибудь кирпичную форму, вместе вот с этой несущей стены. Вот. Ну и тем самым, в общем-то, путем простых, скажем так, решений, мы получили данное генерное решение. То есть это прежде всего, ну, такой архитектурный, будем так говорить, подход, где мы работаем прежде всего с формой, а материал, он и является просто средством доедания формы. Вот, как бы, на тот же, но в немножко другом ракурсе. Ну, нам удалось тогда по тем временам поставить мебель литра, но это не самое главное с нашей точки зрения, да, то есть понятно, что наличие той или иной стены мебели, это не в большой степени не столько выбор дизайнера, хотя это тоже плохо видеть, так сказать, плохого качества, дизайнерского качества мебели за большие деньги, да, но прежде всего вопрос возможности заказчика приобрести тот или иной дизайнерский объект. Здесь, в данном случае, мы прошли на дорогие, так сказать, решения, но понятно, что мебель литра – это классический мебель, который уже несет определенные знакы, символы, в сторону как бы качества такого дизайна, заявленного качества дизайна. Значит, ну, я немножко так скажу сразу вскользь, буду рассказывать про всякие другие тонкости. Значит, важным для нас является как бы еще и момент стыковки материала, и вот здесь мы видим, да, как кирпич стыковится с потолком, то есть он всегда стыковывается через щи, тем самым диаметрические решения, они как бы формы не залипают, а визуально становятся более активными, такими артикулированными. Значит, собственно, потолок был понижен только в зоне переговорных, а в зоне кабинета, в зоне вейтинга. Мы оставили бетонные виды перепрытий. Вот, и мы осознанно трактовали вот в этом маленьком пространстве, мы осознанно трактовали зону, вот эту вот зону вейтинга, как некое внешнее пространство, да, как некую улицу. Вот здесь вот разместили газон. Это не просто там зеленый коврик, это, значит, специально подобранный натуральный, естественный, как-то искусственно заморенный такой газон. То есть это фрагмент настоящего природного газона, но он как-то перестал там развиваться и как-то так законсервирован. И, в общем, это такая, значит, естественная такая трава. В нем стоит светильник, который из наружного, из арсенала средств понаружно посвящили. То есть мы трактуем как бы вот это маленькое пространство, как элемент внешнего ландшафта. Вот, значит, сама лестница. Мы разобрали, там была такая страшненькая лестница. Вводится, значит, мы сделали лестницу в виде такой складки, складочной такой конструкции. При этом специфика была в том, что она, опять же, эта бетонная конструкция, она не примыкала к системам. Сейчас не знаю, будет ли у меня такой кадр. Она вот, наверное, такой, да, вот видно. Значит, складка. Конструирована была складка толщиной 8 сантиметров. При этом держится эта лестница, она, ну, видно даже, что вот здесь вот свет поступает, да, потому что она не доходит до стены. Вот, держится она на таких встроенных консолях. Вот, и я помню в свое время, потому что здесь, наверное, нету кадра, значит, в журнале «Проект России» он взял, ну, как назывался «Архитектура Next» или «Поколение Next», что-то такое, там, в 90-м каком-то году. Вот, и он был на камере. На камере основная идея, то есть вот как раз кадр с лестницей, где лестница не опирается на перекрытие, она как бы бесит в воздухе, она оторвана и от перекрытия, и от стен. Ну, казалось бы, такой маленький элемент, но, так сказать, нам тогда это было интересно, но в общем, нам и сейчас это интересно. Короче, это просто вопрос, как в маленьком пространстве пытаться все-таки сделать архитектуру. Вот, значит, другое. Значит, мы делаем, в общем, достаточно разные объекты, мы не привязаны к какому-то конкретному решению, да, к какому-то конкретному материалу, к какому-то конкретному, там, не знаю, визуальному образу, и делаем достаточно разные объекты. Единственное, что их все объединяет, это подход к решению пространственному, да, то есть некий архитектурный подход, который мы применяем. Значит, поэтому все объекты разные, и сделаны под каждого заказчика, потому что мы считаем, заказчики все разные. С точки зрения такой художественной своей идентичности, может быть, это какой-то минус, но пока мы это как минус не воспринимаем, то есть мы для каждого заказчика стараемся делать свое решение. Ну, при этом при общем подходе от этих компаний, да. Значит, офис компании LeLife – это финансовая компания, но они не хотели себя позиционировать как финансовой компанией и ассоциироваться с банками. Значит, у них такой был креативный подход, может, и есть даже, не знаю. Вот, значит, и они хотели создать такое креативное пространство для своего офиса. Значит, в основу решения декора лег логотип, который для себя разработали, то есть такая лапка с желтенькой, ну, желтенькая лапка такая. Вот, значит, которую мы использовали как фирменный стиль, чтобы графический ход для данного объекта. Значит, в общем-то, задача тоже достаточно простая и функциональная. Есть помещение порядка 300 квадратных метров, значит, вход с этой стороны, значит, ну, и с этой стороны какие-то там стояки и, как говорят, инженер по центру. Вот, соответственно, значит, общее зонирование здесь, оно тоже достаточно очевидное, то есть входная зона, зона рецепции, зона вейтинга. Значит, здесь кабинет руководителей, три кабинета руководителей и зона переговорная. Малая переговорная, большая переговорная. Значит, по периметру все рабочие места, достаточно функционально. Вот, а по центру, значит, ну, понятно, что при входе гардероб там сундузлы. И по центру мы сделали такую зону мини-кухни. Она же зона такая неформальная вообще, не для сотрудников, то есть как еще одна неформальная переговорка. Вот, а проблема этого именно помещения была в том, что была довольно низкая высота. Вот, и плюс еще здесь были ригели, конструктивные элементы. Вот так вот шли, вот они, видно, показаны армонтиром. Значит, ригели, которые понижали общую высоту. Вот, для того, чтобы развести вентиляцию и подать воздух в каждую зону, нам приходилось подвязать под эти ригели и, соответственно, понижать потолок еще ниже. И, соответственно, ну, одну из главных своих задач мы видели именно сохранение общего объема высоты в этом помещении. Поэтому мы предложили такие многослойные потолки, в которых, наверное, 3 или 4 уровня. Самый нижний – это вот этот желтенький. Значит, и, значит, его концепция не буквально повторяет, конечно, эту лапку, но как бы визуально как бы строится таким образом, чтобы, ну, как бы напоминает как бы так визуально эту лапку. Будем так говорить, логотип. Вот. Но потолки эти сделаны для того, чтобы за ними провести вентиляцию и раздаться нормально, корректно в каждую зону. Значит, там, где нам не требовалось понижение потолка, мы делали такие вот отверстия. Вот они видны, лимтические такие отверстия. Причем эти лимтические отверстия проскакивали вот эти вот ригели. Это на другом кадре будет видно. И тем самым, то есть, основная задача – все, что мы не заняли инженерными системами, мы практически придумали такой рисунок, который поднимает этот потолок в этих местах. Вот. Значит, это было одно решение, которое здесь было заложено. Дальше второе решение. По плану мы предложили здесь вот как бы из такого вот нестандартного материала мы нашли такие пластиковые трубки. И из этих пластиковых трубок мы собрали такие полупрозрачные переберонки, которые отделяют зону как бы общественную, да, от зоны кабинетной и рабочей. Вот. И мы как бы повторили образ этого рисунка с такими плавными линиями, но при этом, естественно, они не должны совпадать по высоте. То есть, это все идет с таким смещением. И этот же рисунок, он присутствует тоже на полу. То есть, вот эта зеленая зона – это зона… Ну, зону мира серая зона – это зона рабочая, а зеленая зона – это зона для коммуникации, общения, транзитной и так далее. Вот. И тем самым весь интерьер как бы этого пространства настроится на совпадающих таких корриволинейных рисунках – полов, перегородок, потолков. Ну, и все это создает общую композицию. При этом, ну, сама структура офиса, она предельно функциональна. То есть, рабочие места стоят плотненько. Ни одного места больше туда поставить нельзя. Об этом, как я считаю, думать всегда достаточно четко. Вот. Вот мы видим, что получилось у нас. То есть, у нас есть эллипсы отверстия и в желтых потолках, и в белых потолках, а за ними уже, то есть, по сути дела, 3-4 уровня потолков у нас получилось. Но я еще раз говорю, мы эту как бы специфику просто-напросто использовали. Это была вынужденная необходимость, можно так сказать. То есть, вот это было художественное осмысление, скажем так, функциональной необходимости. Вот. Ну, и, как я говорю, для нас очень важно артикулировать пространство и показать ощущение, ну, именно сохранить впечатление от целостного пространства. Да, то есть, когда мы, ну, если бы просто, скажем так, сделали здесь глупую перегородку, то визуальные связи, как бы сразу, ну, как бы сразу стали бы, пространство стало бы закрытым, и мы бы уже не воспринимали вот эту вот идею пространственную, которую мы изначально заложили, визуально бы, как бы, она бы не читалась. Вот. Для нас очень важно, чтобы идея, она считывалась. Поэтому, значит, как бы сочетание глухих и прозрачных перегородок, глухие части не доходят до потолков, и тем самым человек, находясь даже в маленьком, относительно маленьком пространстве перегородок, он ощущает все пространство целиком, все пространство в 300 метров, и при этом считывает, хорошо считывает общую композицию, общее решение. Ну, это уже так, это уже, что называется, вкрубление самих перегородок и поминеток. Еще одно решение, которое мы, ну, скажем так, идею, которую мы никак и не реализуем, здесь, к сожалению, отсутствует один кадр. Да, нас пригласили принять участие в конкурсе на Mail.ru. Это конкурсное предложение. Ну, мы не выбрали этот конкурс, потому что Mail решили, что слишком много, что если не те же будут и Яндекс, и Mail делать, они прямые конкуренты, и вроде как не хорошо. Вот. Но, если вы представляете себе, где сидит сейчас Mail.ru, это Сталин на Ленинградке, два таких стеклянных блока. К сожалению, нет одного кадра, который показывал мотофотографию, но вы знаете, наверное, этот объект. Значит, и мы предложили некое, так сказать, интерьерное решение сделать его таким, чтобы оно влияло на город. Да? То есть, если представить, что план этажа достаточно квадратный, в середине ядро и по периметру рабочее помещение. Да? Стандартная схема любого офисной и любой офисной башни. Мы предложили функциональную схему такую, чтобы по углам располагались некие объемы переговорных комнат, между ними рабочие места. И при этом мы предложили таким образом же делать, чтобы визуально, как бы это, чуть-чуть меняя свое объемы расположения этих комнат, при наличии определенной подсветки, чтобы ночью это работало как большие такие формы в городе. То есть, не просто, как бы, дом, в котором окошки светятся, как сейчас, а все-таки, как бы, превратить это в некий такой арт-объект, который бы действительно мощно мог работать на город. И ночью быть не таким, как в нем, понятно, это бы не работало, но ночью или там в вечернее время это могло работать очень хорошо. При этом можно было запустить какой-то светодинамический сценарий сюда, вот, и тем самым не просто сделать интерьер более или менее приемлемый или хороший для, так сказать, функционирования офисных пространств, офисов непосредственно, да, но и сделать какую-то более такую арт-художественную такую заявку. Вот, ну, не выбрали, не выбрали, ладно. Ну, здесь я не буду подробно рассказывать, там у них в конкурсе все так же, мы на конкурсном решении, в конкурсе решения мы предлагали интерьеры общественных зон, там были всякие амфитеатры, большие красивые пространства многосветные, значит, в основном это было связано, ну, причем в существующем здании нет таких пространств, мы стараемся все время артикулировать какие-то пространственные именно впечатления, когда создаем свои объекты и используем такой, что в вашей территории подхода. Значит, Яндекс. Значит, мы начали работать для Яндекса в 2006-м, как тут написано, году, хотя, мне кажется, в 2006-м году мы уже реализовали этот проект, значит, начали мы работать раньше, наверное, в 5-м, а может быть, еще раньше. Значит, когда мы начинали работать для Яндекса, это была очень маленькая компания, значит, офис, в котором они сидели на тот момент, когда мы познакомились, был всего 400 квадратных метров, по 400 квадратных метров, и они начинали проектировать первый свой офис на самокартной площадью 3400 квадратных метров, и мне казалось, что это вообще сумасшедший огромный офис. Вот, значит, ну, первым условием было как бы некое фабричное такое вот здание с красного кирпича, и это как бы во домктовую стилистику. Вот, значит, поскольку они перебирались из маленького офиса, то им очень хотелось как бы большее пространство, поэтому они большой уклон и пожелание делали в сторону как бы максимального количества открытых пространств. Вот, по бюджету это был абсолютно самый дешевый проект, наверное, в том, что мы когда-либо делали, потому что там вот отделочные материалы и вообще сами отделочные решения, они как бы просто администрированы до предела. Вот, плюс они хотели как бы некой дополнительной функции, то есть чтобы они позиционировали офис не просто как пространство для работы, а пространство, где люди проводят, сотрудники проводят, ну, практически всю свою жизнь, большую часть своего времени, поэтому это должно также быть пространство и для общения, и для какого-то отдыха, и для какого-то спорта, или игр, или еще что-то такое, то есть чтобы сотрудникам было приятно проводить в нем время. Значит, вот как бы то, что у нас получилось на первом этапе, то есть мы, по сути дела, взяли такую офтовую эстетику, ничего не добавляли, ну, инженерные системы, ну, там по центру прошли, ну, их прикрыли такими декоративными потолками, легкими такими решетками, полупрозрачными, которые, ну, лишь обозначают, что не полностью покрывают инженерные системы, лишь прикрывают их, так скажем, да, начать. Наружный периметр, как и в предыдущем, в офисе Налинском, тоже, значит, остался кирпичный, но это уже был такой настоящий кирпич, вот, чтобы это не было все очень жестко и сухо, значит, они, как бы, изначально стремились, как бы, создать более какую-то такую природу, что ли, среду, вот, мы тогда нашли какой-то супер, по тем временам, новый материал, такие пластиковые, такой пластик, между слоев которого зашиты, там, разные депративные элементы, в том числе, там был такой элемент с натуральными какими-то водорослями, вот, мы немножко эту тему поддержали в экранах, в мебельных экранах, вот, тем самым получилось, значит, такое вот пространство, с одной стороны, это чистый open space, с другой стороны, визуально оно разграничено на какие-то такие более мелкие зоны, чтобы не создавать ощущение какого-то завода, где сидят сотрудники, значит, да нет, и, ну, в общем-то, это способный, да, изначально, но, тем не менее, в общем, такая планировочная структура, достаточно спектактная, значит, это у нас транзитная зона и, собственно, вот много-много зон рабочих мест, вот, ну, и несколько объемов, там, переговорных комнат, вот, в общем, даже особо так и сказать-то нечего, в общем-то, стандартная планировка, значит, объемы, опять же, у нас материал, как я уже говорил, выделяет объем, как правило, поэтому, вот мы видим, это объемы переголовок, самые дешевые отделочные материалы, то есть это была просто, там, обработанная, там, какая-то фанира, ну, чуть-чуть ее лаком, там, сделали без зимка и такие дешевые цементные панели, вот, ну, практически они были фасадные, но мы их применили в интерьере, вот, ну, в результате получилось вот, вот такие вот пространства, да, посередине невысокие перегородки, которые, с одной стороны, отгораживают рабочие зоны от коридора, но, с другой стороны, не перекрывают пространство в целом. Вот эти серые колонны, это, так сказать, оригинальные колонны конструктивные, там, с клеенными, вот, чтобы улучшить акустическую ситуацию, потолки были зашиты такими специальными акустическими панелями, ну, вот, как-то так. Это, это зона столовой, она такая немножко более динамичная, немножко более яркая, вот, они это пространство использовали, в том числе, как место для собраний, там, вот, есть какая-то сцена, где можно было выступать или что-то обсуждать совместно, у них такой достаточно демократичный способ был принятия решений, там, многие решения принимались на результате обсуждения большого, ну, практически участия всех сотрудников, все сотрудники участвуют в каком-то обсуждении. В особенности это, конечно, нам было неприятно как архитектурно, потому что любая идея, которая, так сказать, нами предлагалась, она запускалась на обсуждение всех сотрудников, и все там писали, ну, кто-то, что мы будем, короче говоря. Потом мы сказали, ребята, все классно, но давайте вы будете все-таки кто-то, кто будет фильтровать все это, и нам как-то выдавать в виде как-то коллективного желания, или так говорить. Вот, это мансарда, она решается немножко по-другому, программисты всегда хотели сидеть более изолированное, вот, и они им сделали такое более изолированное решение больше кабинетов. Вот, они закончат еще офис, ну, только-только закончат офис на Станиславском, ой, продон, первый был офис на Самокарно, да, значит, они сразу начали проектировать офис на Станиславском, еще два помещения, где-то 2100 квадратных метров, плюс 3,5, тоже было выбрано здание такое лофтовое, промышленное, значит, мы уже немножко нашли опыт пользования в предыдущем помещении, мы сказали, давайте все-таки не будем делать такие большие офен-спейсы, давайте все-таки чуть-чуть эти офен-спейсы делить на более мелкие пространства, более мелкие такие пространства, вот, говорит, нам нравится тема природных мотивов, вот этих лофтовых материалов, таких естественных материалов, да, вот, поэтому мы хотели им это сохранить, значит, мы же для себя немножко по-другому порешили это пространство, значит, мы учили все их функциональные требования, то есть у нас сейчас нет такого огромного здесь офен-спейса, здесь сохранились вот эти вот невысокие перегородки, но они уже формируют некие такие зоны переговоров неформальных или формальных, ну, точнее, да, неформальных, в транзитных таких местах еще существует зона, где можно посидеть, вот, значит, опять же, вот эта вот идея с визуализацией общего объема и пространственного решения, где перегородки не доходят до потолков и даже до стен, мы, как считаем, считываем больше пространства, чем, ну, непосредственно то, в котором находимся, вот, вот, значит, сам, ну, да, вот видно планировочные структуру, значит, у нас теперь кабинеты и переговорки, они стали доходить до изолирования зоны, до стен и тем самым вот в опен-спейсе образуются такие вот, как бы, отдельные зоны, которые бьются на поле мелкие, ну, являются более мелкими, чем если бы весь этаж засадили просто вот так летнее, вот, при этом мы трактовали вот эту вот транзитную зону, мы сделали таким образом, здесь нет такой структурной схемы, но в том заключается, что потолок и вот эти элементы стен, которые опускаются сверху вниз, они, как бы, являются единой такой формой, то есть это, в принципе, идея фолдинга, но фолдинг не на плавных линиях построенный, а на ломаных линиях построенный, то есть тем самым у нас есть некая структура, которая стоит на ногах и является потолком, тоже со своими там отверстиями какими-то, дырками, прорезями, которые с потолка на стену переходят, вот, в эти прорези попадают колонны, потому что, опять же, очень важно для нас, как я сказал уже, вопрос взаимодействия климатических элементов, поэтому, ну, и даже физически, технически очень сложно сделать качественное примыкание потолка вот в колонне такой вот сложной формы, там всегда будут некрасивые стыки и само примыкание будет неровной формы, поэтому у нас, как бы, эта структура становится такой более легкой, мы ее облегчаем и визуально мы решаем, опять же, пространство, то есть мы видим, как элемент колонн, он проваливается в щель и ты подсознательно ощущаешь, что пространство на самом деле выше, да, то есть вот этот вот слой, он тоже начинает работать, вот. Ну вот такую мы идею ставили, при этом здесь мы построили все на более таких жестких колонных линиях, что им им очень понравилось, и они сказали, что в следующем опыте сказали, что давайте еще как-то немножко тут жестковато, давайте сделаем нам мягче, как-то так, поуютней, вот, и у них все больше и больше, но это сейчас я расскажу, когда мы перейдем, в общем, вот такой вот мы сделали офис, да, те же самые приемы, то есть по колонне доходят, форма проваливается еще выше, колонны прорезают эту форму, она стоит такими ногами, как бы, ногами, которые создают такие вот элементы, стены, да, которые являются отгибами от потолка и являются одной формой, и это еще артипулируется каким-то общим рисунком. Ну вот здесь как раз очень хорошо видно, да, что вот там есть стена, которая является фоном, и вот эта вот стена белая, это отгиб от потолка. Ну, заказчику мы вообще на всех этих историй не рассказываем, это так мы решаем свои собственные, так сказать, художественные какие-то задачи и реализуем какие-то собственные идеи. Заказчику мы разговариваем более таким понятным для него языком, удобно-неудобно, красиво-некрасиво. Значит, следующий офис, который, значит, практически еще не закончив вот эти два, они так быстро развивались, что даже не успевали, а вообще не успевали. То есть, когда начали скапывать с офиса 400 метров, уже там через два года мы уже делали офис 20 тысяч метров, при том, что пять уже к этому времени было сделано с лишним. Вот, они для этого офиса, значит, сделали, выбрали такое отдельно стоящее, это было уже полностью отдельно стоящее здание, причем очень, ну, я потом расскажу про планировки, очень хорошее для, именно которое было запроектировано для одной компании. Вот, они хотели видеть в этом полноценную штаб-квартиру и сказали так, что да, все классно, значит, давай природные формы выставляем, делаем все не такое острое, возвращаемся к таким более плавным каким-то формам. Вот, значит, мы предложили в этом здании, поскольку это было уже многоэтажное здание, мы предложили как-то некий способ навигации, навигации, да, для навигации по этому зданию, и даже каждый этаж у нас был в каком-то своем графическом дизайн-коде, и под этот, но для основы этого дизайн-кода мы избрали, ну, какие-то природные опять мотивы. Вот, и здесь вот мы как раз пытались, я даже не помню, что было раньше, скорее всего, раньше был все-таки Яндекс, а потом мы эту идею пытались реализовать на Mail.ru, поэтому, наверное, эта идея родилась здесь. Значит, очень хорошая здание, да, объемы переговорки, переговорных комнат прорастали и визуально считывались из атриума. То есть специфика этого здания была в том, что центр был большой атриум, здесь входная зона какая-то, там рецепция, еще что-то. Значит, в центре большой атриум, большой атриум, и офисные помещения, они имеют двойную ориентацию, то есть у них свет поступают снаружи, и вторым светом они освещаются через атриум, у которого стеклянная крыша. Вот, внутри атриума, значит, мы предложили, как бы, некую такую инсталляцию, что-то такое свободное полет и что-то связанное с сетями, потому что Яндекс, там, сеть, интернет, в общем, что-то как-то ассоциативно должно было там перекликаться. Вот, ну, по периметру рабочего пространства. Вот как бы структурная схема, значит, что мы хотели получить, да, то есть вот у нас получаются объемы переговорных комнат или каких-то закрытых пространств, которые располагаются вот так вот по периметру, и при этом из атриум видно, что, ну, поскольку по вертикали они совпадают, то они создавали такие крупные формы. Ну, это не просто рисунок на плане, это должно, это считывалось, вот именно, когда человек попадает в атриум или находится на этаже, он видит не только этот свой уровень, он видит уровень ниже, и эти формы, они, как бы, визуально видны, короче говоря, из атриума. Вот, ну и дальше все то же самое, там какие-то природные зоны переговоров, природа, транзитные пространства. Что-то тут еще написано, я сейчас уже плохо вижу, разного типа перегородки, стенок, на которых можно рисовать, ну, что-то там. Да, ну, очень хорошие, нормальные принципы офисные пространства, которые мы специально для них, ну, уже под их точное задание сделали. Да, в центре атриума была вода, вот все это обыгрывало какие-то природные ассоциативные моменты. Переговорные комнаты, холмы там какие-то разные предлагали и так далее. Ну, вот так это смотрится на структурной схеме, ну, и это уже пошли такие визуальные картинки. Ну, да, в центре было такое пространство, над водой были такие мостки, там же была, она же была зона и столовой, и зона, как бы, переговорных. То есть люди, которые пришли в переговоры, такие, да, не слишком формальные, значит, они могли, могут прямо в этом же уровне, когда сотрудники спускаются и могут здесь же пообщаться в такой неформальной обстановке. Вообще в Яндексе даже не было кабинета генерального директора, вот, но все-таки, ну, точнее так, директор отказывался иметь кабинет, но все-таки ему сказали, нет, нехорошо, все-таки должен директор в такой крупной компании иметь кабинет, но мы сделали кабинет, и на самом деле у него есть рабочее место в open space, и он там работает. А в кабинете он встречается, когда к нему кто-то в галстуках приходит, он туда выходит и там, прямо, общается уже с посетителями. Ну, вот такой графический вход. Значит, здесь мы немножко усугубили тему вот эту вот природу естественных материалов. Мы, как иначе, приложили сюда для облицовки переговорных комнат такой деревянный бунт. Вот, значит, индивидуальные принты на повролине, индивидуальные принты на перегородках, разного типа перегородки, в том числе вот такие вот ширмые, ну, просто ширмые, с такие полудикоративные элементы. Ну, вот, это комнаты, скорее, отдыха, наверное. Хотя мы могли бы идти переговорными, то есть такая специальная мебель в виде камней. В общем, всякая такая вот уже декорирование такое, но при наличии общего такого пространственного решения. Вот, но в этот момент грянул кризис, и владелец здания не захотел понижать стоимость. Короче говоря, в результате они не договорились с владельцем здания, вынуждены переехать были в другой. То есть тот проект, который мы сделали, он, по сути дела, остался проектом. Они сказали, все, закрываем этот проект, берем другое здание и начинаем этот же проект в другом здании. Вот, но проблема была в том, что то здание, которое они брали уже на Красной Розе, где они, собственно, сейчас и сидят, и где находится штаб-квартира Яндекса, оно уже было совершенно другое, оно было запроектировано под сдачу в аренду мелкими кусками. Не одной компанией все здание, а под сдачу мелкими кусками. И это, на самом деле, очень важно, существенное, как бы, различие. Вот, ну, что мы здесь ставили? Ну, собственно, все тезисы те же самые, и, по сути дела, даже ничего здесь не добавилось. Вот, единственное, что да, они сказали, что для нас теперь самое главное слово – это уют. Значит, это было, там, один из входов, там их было несколько, потому что здание было такой специфической. Да, проблема этого здания была в том, что это была вот сугубо такая коридорная, по сути дела, система. То есть, когда оно проектировалось, здесь должен был от лестницы к лестнице просто идти коридор и нарезкой мелкими помещениями, люди планировали сдавать это мелкими кусочками. А тут компания одна садится. И мы начали, как бы, пытаться бороться с этой изначальной структурой этого дома. Ну, с этим довольно сложно бороться. Но основное дело, идея, как бы, наш тезис ввелся к тому, чтобы уйти от коридоров. То есть, чтобы не было коридоров. То есть, несмотря на то, что людям из этой точки сюда довольно далеко идти и все равно это будет коридор, значит, визуально мы пытались создавать такие пространства, чтобы это не воспринималось как коридор. Соответственно, получилась такая схема. По центру располагаются функциональные объемы. Это переговорки, кофе-поинты, санузной гардеробные, да? Вот. И человек, он все время идет по каким-то таким вот, ну, относительно, ну, он не теряется, не заблуждается, да, в пространстве, но при этом это не коридор, где просто вот такой, ну, то есть, это некий набор живых таких пространств. Вот. Значит, мы, опять же, артикулировали эти объемные решения материалами, то есть, дранку, которую, вот этот деревянный бонд, который мы предлагали для Татарской, значит, мы его тоже здесь применили. Значит, здесь, опять же, есть вот эти маленькие перегородки, которые были еще в первых проектах, которые формируют вот эти вот малые зоны переговоров. Значит, также мы интегрировали сюда, вот эти, на эти объемы из гонта мы интегрировали зеленое вертикальное зеленение. Вообще, они хотели, поскольку уже, наконец, они уже устали, но хотели все-таки как-то хорошо это все реализовать, они уже немножечко здесь подороже сделали, то есть, применили вертикальное зеленение вот такими вот фрагментами на этом гонте. Мы предложили так фрагментарно как-то местами их применять. Плюс к этому были опробованы системы из холодных потолков, с холодными потолками. Значит, и вот мы видим эту идею уже из второго офиса, когда есть объемы закрытые, а эти объемы закрытые создают как бы такие открытые пространства, но тоже относительно компактные. Потому что они говорят, что у нас работа в нашей компании ведется по проектам. Люди, по сути дела, не имеют постоянных мест, и под проект, в определенный проект собирается там команда. Команда, как правило, там 10-15, максимум 20 человек – это самые большие команды. Поэтому, говорит, нам нужны такие зоны, которые команда могла бы собираться и вот вместе здесь вот работать. Грубо говоря, чтобы рядом была переговорка, где они могли бы что-то обсудить. Вот, и поэтому вот, при том, что в целом имеем все равно идею open space, этот open space, он, так сказать, не такой однозначный, он дробится на такие вот разного рода пространства. Открытые-закрытые, открытые-закрытые. Ну да, вот мы видим, собственно, вот эти темно-синие – это закрытые пространства, светло-синие, голубые – это такие открытые. Значит, бежевые – это транзитные пространства. При этом та же самая идея, чтобы потолок от колонны проваливали, которые находятся вот такие вот отверстия в потолках. И все это строится на таких плавных, как бы, линиях. Там, условно говоря, прямая радиус – прямая. Что, в общем, вызвано технологическими причинами, потому что нам надо было делать внутренние радиусы в стекле. По сути дела, все переговорки построены на одном радиусе изготовления. То есть делается один шавол – они пошли на криволинейные стеклянные перегородки изготовления. Но при этом все это строится на одном радиусе. Ну, как нам кажется, да, понятно, что это все зеленое. И это все такое пространство мы опять трактуем, как уличное пространство. А это пространство уже такое приватное, да? Здесь располагаются… Ой, нет, сейчас немного… Даже не знаю. А, вот светильники. Значит, вот здесь вот… Сейчас нет столько-то колонны. Ну, вообще, вот здесь вот по вот этой улице, значит, эта улица выделяется… Значит, зона транзитная, она выделяется не только цветом там… Цветом пола и пониженным потолками, но также и характером освещения, да? То есть здесь один тип светильников, а здесь другой тип светильников такой, который применяется в основном для улиц. Такие торшеры, компрессы и так далее. То есть… Правда, в Яндексе такой хаос царит, что у них вообще приоритет любого пожелания сотрудника. Они всегда стремятся создать наиболее такие приватные, что ли, пространства. Они приносят всяких мишек там, где-то шарики у них там, еще чего-то. Короче, интерьер замусливается совершенно страшным образом. Они могут прийти, там, взять из коридора торшер, поставить его себе, потому что нам там нравится этот торшер. В общем, такой был полный хаос, но мы его уже так решили оставить на стенке. Они все завешивают, вот эти из этого конта, завешивают какими-то записочками там, ничем, короче говоря. За этим следить невозможно. Ну, вот более-менее, так сказать, то, что мы задумывали. То есть здесь мы видим как бы зону такую отдыха за стеклянными перегородками для вот этого уюта, по которому они нас просто замочили. Значит, мы решили, как символ уюта у нас это будут такие торшеры и светильники с абажурами, а также занавески. Занавески, да, то есть у нас стеклянные перегородки. Мы видим, да, что это переговорка, куда открыта дверь, но, или здесь стекло, даже не знаю, но не суть. Вот мы видим эти вот всякие мешки, где там можно посидеть, поговорить или просто поработать. Также используют как рабочие зоны, они вот запросто работают вот так. Вот, но при этом ты можешь саморегулировать свою приватность, просто открывая, закрывая шторы. Два типа шторы. Одна просто такая полупрозрачная, а другая, которая создает как еще такой, ну, домашний уют, мне казалось, создает, но, наверное, создает. Вот, вот эти низкие перегородки трансформирулись уже в такие стойки для неких, некой растительности. Вот эти вот зоны неформального общения, которые в коридорах, и они также артикулируются еще и такими абажурами, с видными торшебными абажурами. Значит, потолки с отверстиями, потому что, ну, для нас важно, как я уже сказал, чтобы считывалась общая оболочка общего пространства. Это была входная зона с внешними переговорками, то есть люди, которые пришли на переговоры, и где переговоры надо провести в изолированных переговорках, то есть там в своем верху свой рецепшн, и вот эти вот разные переговорки, входы в переговорные комнаты. Ну, опять потолки не доходят до стен, эти объемы все проваливаются. Вот мы видим фрагменты вертикального озеленения. Ну, это особая такая просто инженерная, они требуют инженерного обеспечения тоже там подвода воды, канализации, то есть это в автоматическом установленном режиме функционирует. Да, ну, вот они долго думали на систему навигации, придумали вот такую, с которой, в принципе, я согласился. Вот, то есть вот в этом направлении идти в сторону лифта, туда надо идти еще куда-то, это на перекрестках не возникала какая-то схема. Хотя вот с этой на колонне, которую они предложили, она мне не понравилась, но они все равно ее сделали, ладно. Ну, вот мы видим здесь вертикальное зелень, то есть, в принципе, вот человек, идя по этому пространству, он как бы сразу все понимает, да, то есть это вот наружная стена, кирпич, символ наружной стены, вот существующего здания, вот эти объемы переговорных комнат, разные функции, значит, где-то они стеклянные со шторами, где-то выделены вот этим деревянным бонтом, и, значит, озеленение по низким перегородкам, вертикальное озеленение. Вот, значит, потом мы, ну, они очень быстро расширялись, опять-таки начали проектировать еще 12 тысяч метров. Значит, при этом они организовали международный, как раз, обычный конкурс, значит, пригласили разных дизайнеров, и нам тоже сказали, что, нет, давайте, вы нам нравитесь, но все-таки мы проведем конкурс, может, у кого какие еще интересные есть. Вот, и конкурс проводился на вот таком общественном пространстве, где он не должен был быть такой многофонд, такой зал, входная зона, и которая могла быть трансформирована под зал, зал собраний. Вот. Но это было наше конкурсное предложение, мы конкурс выберем и поближали те, это пространство, они к тому времени уже отвалились, и они сказали, его дело не надо, где вы теперь другое, чтобы выиграли. Вот, значит, что в этом... Эта очередь, она непосредственно примыкает к предыдущей, просто замыкает, как бы, двор, это в новом здании, но абсолютно такой же структуры. Значит, они уже посидели в первую очередь и сказали, да, нам все нравится, но у нас, тем не менее, мы как-то начали развивать дальше эту идею, то есть опять мы применили здесь идею, что каждый этаж имеет все-таки свой графический код, потому что в предыдущем решении там большая часть этажей была абсолютно одинаковая. еще больше гибкости рабочих пространств, значит, и мы еще усилили, как бы, мы применили не только гонт, как основной такой материал деревянный, точнее, даже мы вообще его не стали применять, а сделали более сложную структуру и гораздо более богатые решения по оформлению вот этих зон переговорок, комнат и объемов, которые идут по центру. У меня тут была такая входная зона, здесь сразу все видно, какие материалы здесь присутствуют, то есть то же самое, в принципе, но немножко более так динамичненько чуть-чуть получилось, вот, и мы не подделали другую трактовку, значит, если транзитная зона раньше люди обходили объемы, то есть сейчас они проходили сквозь объемы, то есть тем самым, когда ты идешь по коридору, ты все время показываешь себе внутри, снаружи, внутри, снаружи, внутри, снаружи, то есть ты проходишь сквозь вот эту форму, вот, при этом мы в каждой форме опять применили вот эту идею, хотя, конечно, визуально она не считывается, но мы надеемся, что она считывается как элемент навигации, помимо того, что каждый этаж имеет свою какую-то гамму по горизонтали, то есть человек может понимать, где он, в какой части дома он находится, просто там говорить, давай встретимся у деревянной там переговорки там, или давай встретимся у серой переговорки, и уже понятно, что в какой части вот этого квадрата, в плане, значит, находится эта зона. Значит, вот, собственно, основные образы, которые просто любили в основу подбора цветовой гаммы, ну и вот эта вот структура, да, то есть каждый этаж по горизонтальной навигации и по вертикальной навигации. Вот, ну и вот сама обработка вот этих вот объемов интерпретаций, она уже совершенно, скажем так, другая, гораздо более такая сложная, более архитектурная и, может быть, даже дизайнерская. Вот. Она, точнее так, более дизайнерская, но при этом и более архитектурная тоже такая, более смелая. то есть у нас были переговорки вот полностью с зеленой растительностью, это на разных этажах, ну вот какие-то такие, ну, отчасти, может быть, парадоксальные решения, какие-то появлялись более дизайнерские такие смелые элементы. Ну, видно, что между одним другим офисом прошло лет пять, дизайнер не стоит на месте, наша мысль тоже не стоит на месте и развивается. Вот. Ну, это такое относительно стандартное пространство транзитное, это кофе-поинты, то есть такая, то есть, был придуман набор разных текстур для облицовки вот этих вот переговорных комнат, ну, в данном случае какой-то вот такой элемент из деревянных таких блоков, который такую создает такую, ну, сеточку какую-то такую. Ну, снаружи достаточно компактно выглядит, ну, относительно глухой объем получается, а изнутри вот вы видите, достаточно легкий. Это другая переговорка такая, с другим немножко характером, более что ли официальная такая, внутри аркустические такие панели из ткани, для уюта опять-таки эти абажуры. Вот. Значит, другой объем вот такие деревянные панели с разными текстурами. Ну, это просто, по сути дела, не обработанные такие доски, чуть ли не горбыли, да, из которых набрана такая вот фактура. Ну, лифтовые холлы более-менее понятные. Вот. Другие решения, другая от тех переговорок. Мы что-то долго экспериментировали с какой-то странной такой массой, в общем-то получилась такая какая-то бетон, не бетон, но такая странная немножко текстура. Вот. Часть этих переговорок были такими просто мебельными элементами. Здесь они еще не заполнены, но потом они уже заполнились там всяким хламом, но, в принципе, это такой вот мебельный элемент с криволинейными. Ну, нельзя назвать это параметрической темной, но что-то не стремящееся. Вот. Мы применили индивидуальные светильники. То есть, поскольку уют опять для них оставался ключевым моментом, мы не стали пользоваться стандартным офисным светом, а попросили какую-то компанию «Свет Альянс», чтобы они нам сделали индивидуальные такие светильники-клупаки. Их было довольно много сделано. Вот видно, как они висят. Висят они вот так вот свободно, с проводами такими подвешенными. Вот, собственно, это вот стандартная такая рабочая зона. Справа объем переговорки. Слева существующие наружные здания. Стена наружная, стена здания. Вот как раз переговорные комнаты. Какая-то, значит, часть переговорных комнат тоже была сделана с применением таких же абажуров, но при этом здесь вот в качестве материала использовался стеклопропилит. Сейчас или две стеклопропилит. Что-то там даже еще было более хитрое. Какой-то материал мы там запихивали между этими слоями. Хитрые засыпали. Вот. Ну, планировку вы уже видели. Там особо рассказывать не буду. Просто сейчас вот то, что я сейчас буду рассказывать, это вот в этой зоне находится. Это отдельная зона конференц-зала. Вот этот конференц-зал на верхнем этаже. Такой уже полноценный зал. Какой-то зрительный зал. Там это было как-нибудь мансарде, не мансарде. В общем, поэтому такая форма немножко странная. Вот такая, получается. Потолка, а не стен. Потолки, переходящие в стену. Вот. И еще одна зона такого зрительного, ну тоже еще одного зала. Причем это зона, то есть есть зал, есть зона pre-function. Зона pre-function – это зона гардеробов, проходов и так далее. Вход, рецепция. То есть люди проходят или проходят сразу в зал, или там раздеваются. И вот это зона pre-function. Coffee point – это зал. Вот. Так вот. Получилось здесь еще более динамично. Вообще, они немножко ослабляли у нас давление со временем, потому что они просто не успевали контролировать такие объемы проектирования. И больше нам давали свободы. Нашим коллегам, которые проектировали другие офисы, для них не штаб-квартиру, а там у них были офисы в Питере, еще где-то, значит, там. Им повезло больше, потому что они их вообще не контролировали, и те делали вообще все, что хотели. Вот. А с этими мы еще вынуждены были обсуждать там с каждым учетами сотрудниками, что мы, в общем-то, и не собираемся делать. Поэтому такие на первых этапах решения были более сдержанные, а дальше мы как-то так немножко расслабились, и они нас немножко отпустили и сказали, ладно, нормально. Вот это зона префанкшена, вот эти вот перегородки, всякие кладовки, квартиробы. Мини-кухна такая. Вот люди выходят из зала и нет. То есть здесь как бы мы уже строили не на… ну, на таком, условно говоря, парадоксальном сочетании каких-то кривленийных форм и кривленийных, которые нам изначально доставались из… ну, в результате планировки здания. То есть там какие-то пилоны – это все ортогональная такая структура, в нее вставляются, наоборот, какие-то формы. Ну, такие мы старались немножко страннее делать, потому что обычно уже неинтересные. Ну, и им нравится тоже, то есть им тоже обычные, неинтересные. Вот, и сам зал получился вот такой. То есть в центре у нас пространство – это здесь сидит. Ну, здесь все оборудовано. Звукорежиссер, переводчик, если надо. Вот, ну, собственно, зал. Тут акустические панели, какая-то форма желтая вылезает такая из дырки. Ну, такой он в меру динамичный. Нам всегда казался фирменный стиль Яндекса – это желтый. По типу вот этой стрелочки, которая, значит, у них главная. Они все время говорили – нет, у нас фирменный стиль – это красно-черно-белый. Ну, все равно им сделали желтый зал, и они сказали – ладно, пусть будет желтый. То есть, ну, если говорить про формальную часть, то здесь вот единая форма – это вот этот вот объем с этими стенами, которые вот так вот плавно загибаются сюда по периметру и переходят на потолок, да, то есть некая такая структура, а из нее вылезает желтая структура. Вот она вот так, вот так вылезает. Ну, то есть мы любое пространство стараемся поменять именно на восприятие структуры этого, ну, структуры формы, в данном случае, потому что пространство здесь целостное – это зрительный зал. Вот, ну, форма, из чего, которая обрамляет это пространство, она, собственно, для нас и является предметом проектирования. Ну, ладно, Яндекс нам получил какие-то награды. Вот, ну, вообще это такая очень по-своему, ну, во-первых, уникальная компания просто. В силу своей внутренней организации. Вот. Я часто присутствовал на различных совещаниях, а то, что на этих совещаниях присутствовал Сигалович, да, основатель и акционер компании, я даже не знал. Они все время спрашивают, Саша, а ты что думаешь? Ну, он говорит, ну, я думаю так. Он говорит, да нет, ты ему тут какой-то говоришь, и опять начинали про свое. То есть настолько как бы у них там все это как-то было демократично, открыто, и, в общем, вот эти вот кадры, они, как говорится, творят как бы дух компании. В принципе, никакой офисной пространства им не надо, они вот потом вот так все это делают, своими мишками там какими-то засаживают. И, в общем, вот для них это комфортно. Ну, в общем, какой-то симбиоз мы, тем не менее, с ними нашли. И вот то, что нам удалось, так сказать, с ними поработать, для нас, конечно, большое удовольствие. Вот, и им, в общем-то, результат тоже нравится. Вот. Ну, собственно, все, да, у меня уже взял. Субтитры создавал DimaTorzok